Так все-таки, какой потолок копирайтинга? Человек занимается копирайтингом. Какой потолок он может достигнуть? Ну, во-первых, для каждого, я думаю, потолок свой. Потому что, как ни крути, у всех разные способности. Если ты действительно, ну, тебя считают талантливым копирайтером, ты можешь раскрутить свое имя, сделать как бы из него бренд. Но, как бы ты ни старался, все равно на данный момент определенно потолок существует. По крайней мере, такие бренды, как О'Гилл и Хопкинс, я думаю, смогли бы заработать гораздо больше в Америке, нежели если бы они были у нас в России. А один человек? Так я про них и говорю. Скажем так, тут все зависит от известности, от твоего уровня и от твоей работоспособности. Да, но не секрет, что некоторые придумают лозунги для фирменной бренды, придумают лозунги и получают за несколько слов деньги, которым обычным копирайтерам требуется чуть ли не год работы. Нет, на самом деле сейчас средняя цена по онлайну идет за 5 слоганов в течение 5 рабочих дней 300-350 долларов. Но я считаю, это немножко хитрят копирайтеры, потому что, ну не будешь ты 5 фраз выдумывать 5 дней. Я думаю, дня для этого достаточно. Я не думаю, что для разработки слогана нужно от и до вникнуть в хитросплетение фирменного бизнеса этой компании. Намного ли сочинять слоганы сложнее, чем сочинять просто текст? Ты знаешь, дело в том, что я ни разу не сочинял слоганы за деньги. У меня немножко другая специфика. У тебя есть свой сайт. Неужели не было ни разу желания сделать какой-нибудь слоган для своего сайта? Да, было. Я постоянно над ним думаю. Да, кстати, хороший вопрос. Я постоянно думаю над слоганом. Казалось бы, простая задача, но... А вот так вот перед камерой просто сказать слоган? Коперник. Смысл в каждой букве. И все? Почему я? Слоган должен быть коротким. Но другое дело, что этот слоган немножко... Немножко утопичный. Немножко бредовый. Потому что смысла в букве не может быть априори. Коперника это... На форуме Search Engine... Это... Коперник как-нибудь он... Это специально было придумано, что он созвучен с копирайтером? Или случайно? Нет, абсолютно случайно. И вообще, я... Когда выдумал Ник... Я уже говорил об этом в аудиоинтервью. Я скажу еще раз, что руководствовался тремя принципами. Что он был звучным. Ассоциировался с известной личностью. Чтобы он... Произносился легко. И чтобы он запоминался. И легко читался. А есть желание перейти на какую-нибудь другую работу? Уйти с копирайтинга? Начать делать дизайн? Нет, дизайн... А, именно онлайн работу другую? Ну... Например, дизайн делать. Или клепать те же сателлиты, как говорят у нас. Если честно, я хочу... У меня в планах перейти полностью на свои проекты. Постепенно, может быть не сразу, но постепенно я к этому приду. Ты думаешь, что это более выгодно? Я думаю, что это, во-первых, более выгодно. Почему? Потому что... Я сам буду... Мои тексты будут служить для меня. Они будут служить долго. Они окупятся в несколько раз. Если я продам один раз текст, он больше на меня не служит. Если я буду использовать его на своем ресурсе, он будет служить постоянно. Пока держится САПИ. А все-таки проекты типа САПИ, это зло или добро Рунету? Я думаю, это добро. Да. Это добро. Многие из этого... Это добро для тех людей, которые... Многие... Многие... Беспорно. Многие имеют с этого денег. Но для самого Рунета это добро или зло? Ты знаешь, энтропия бреда все равно будет возрастать. Будь САПИ или не будет САПИ, блин. Все равно будут появляться говносайты. Неважно чего. Если есть деньги в Рунете, блин. То все равно будут создаваться какие-то ресурсы, которые не будут нужны людям, но которые приносят какой-то доход. Это все равно будет. Это все равно будет. Все понятно. Большое спасибо за интервью.